Пока топовые игроки на своих лучших Apple девайсах не могут поставить новый апдейт, предприимчивые индусы уже давно его взломали, поставили куда только можно, да еще и установили чит на бесконечные бесплатные UC. Шутка. Все-таки я нашел человека, которому удалось поставить обнову на свой iPad раньше всех, и сейчас он нам покажет новую снайперку. Ладно, что мы рассматриваем пушку, давай с него постреляем. Водяные пистолеты. Довольно странный и невероятный геймплей. АС ДОМИНАТОР! Вот это! Вот это АС ДОМИНАТОР! И фишку, которую я уверен, вы не увидите нигде. Это что такое? Я уверен, ты этого не знал! Приятного просмотра. Полетели! Это самое начало стрима данного брутального дядьки. Такое впечатление, будто он скорее какой-то дровосек, лесоруб или укоротитель медведей, а не игрок в PUBG Mobile. Ну, может быть, он только как раз сегодня вышел из леса и зашел. Ну, вряд ли. Посмотрим. Я вроде как увидел в описании, что играет он с Айпада. Сейчас посмотрим. Ну, и вот это первый вообще возможный взгляд, возможный геймплей на обновление 3.3. И как раз таки на, как он называется, Underwear, Underwater, Underground. Так и что? А что ты не прыгаешь на ивент? Говорит, смотри, какой охрененный ивент. Там внизу здоровенное озеро, руины нереальные. И... А куда ты прыгаешь? Я не понял, братан, подожди. Это какой-то новый вариант парашютирования? Или... Или... Или что? А-а-а! Понятно! Челочкушник. Короче, он засал прыгать вместе со всеми сразу. И потом аккуратненько вот так вот приехал на ивент для того, чтобы... Ну, вот подтянуться, назовем это так. Ну, вы знаете, я такое лично не люблю, мне кажется. Ну, если ты хочешь подраться на ивенте, то возьми и прыгай. Чё-то вот это вот как пусечка. Ну, а здесь он чисто с микроусиком приходит, доедает какие-то вещи. Ну, ладно, поглядим. Может быть, он нас сейчас удивит своим каким-то мега-скиллом, супер-геймплеем. Но что вот это такое? А-а-а! И можно туда тэпнуться. Ну, так тэпнись. Нет? Ладно, видимо, не сегодня. Ну, а я напоминаю, друзья, что спонсором ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там по промокоду EROKES вы получите до 520 долларов бонусом. Я вам желаю удачи и только побед. Да, вот он, короче, может ставить вот этот вот шарик. И, наведясь на него с помощью этой же пушки, может, в принципе, я так понимаю, туда тэпаться. Но, видимо, не везде или у него кулдаун. По идее, кулдаун. Вот сейчас он не мог выстрелить, хотя хотел. Опа! Вот сразу видно, что человек не смотрел мои видосы. Да и, наверное, вообще видосы Ютуба, потому что он так удивляется тому, что вот этот вот храм под водой, хотя его, ну, сколько? Месяц назад слили точно, а то и больше. Ну, окей. Играет парнишечка. Осторожно. Так, с опасочкой. У него 7 игроков здесь. Жемчужины дают неплохой лут. М416, спасибо. Плюс еще и цевьё. Сразу же с суперкомпенсатором. То есть прям топовая М-ка. И чувак вот куда-то улетел на этом шарике. В шаре он, похоже, неуязвимый. Но теперь он упадет и, естественно, ему будет очень-очень больно. Неплохой спрейс М-ки. И братанчик. Чувак, а ты пробовал контролировать отдачу? Ну, как будто бы он действительно зашел недавно. Ну, слушайте. Это тоже интересно. Потому что, ну, все равно видео от топов выйдет завтра. Все равно будет там какой-нибудь Троц или Зенос или Лизо или еще кто угодно, кто настреляет миллиард фрагов. Ага, что дает эта граната. А сейчас мы посмотрим за самым обыкновенным чувачком. Ага. А эта граната простреливается? Если он в воде, то это... Ну, наоборот, его как бы сейвит. Наверное, эту гранату можно кидать под себя? Чтобы тебя не убивали и... Хавать какую-то хилку? Блин, интересно. Чувак СКС взял себе. Зачем? Ну, да ладно. Говорит, извините меня за то, что я туплю. Да ладно, братан, все тупят. Ничего, ну, так, знаешь, можно пошутить, да, можно посмеяться, но... По-доброму. Естественно, еще не всем быть супер-мега-сайбер-спортсменами. Ага, и вот он, он вот так вот в этом шарике может тусить. Прикольная штука. Два заряда у нее есть. Единственное, что я так понимаю, она обязана крепиться к... Хотя нет, там чувак был в воздухе. Я вот не совсем понимаю, как работает конкретно... Конкретно выстрел. Он в любую точку может или... Ну, это какой-то такой прикольный портал. Интересно, можешь ли ты оттуда стрелять? А, ну и ты можешь отсюда сделать еще какой-то рывок. Ну, попробуй, попробуй в воздух его стрельнуть. Ага. Смотреть и понимать, где какие сильные стороны, где какие приколюшки. Ну и вот это, я так понимаю, главный зал. Его, скорее всего, уже залутали. Да, наш лесоруб пришел достаточно поздно. И, в принципе, ну, очевидно, здесь были какие-то классные вещи вместе с трезубцем. Хорошо было бы поглядеть, будет ли у него в руках трезубица, что он делает. Но, в этой катке, очевидно, он его не отвоюет. Так, подожди. Какой-то звук, что-то происходит. О, здоровенную балумбу вызвал! А в него можно пострелять, или она просто сидит? Если что, в предыдущем ивенте этот чувак сидел под картой. И он чуть-чуть показывался. А здесь его разработчики уже решили показать полностью. Так, это он его вызвал уже, правильно? Я так понимаю, что вот он нажал какую-то хрень и вызвал кракена. Но подраться с ним уже не вариант. Жалко. Так, еще интересная хрень, это вот эти вот водные батуты. Побыв в нем две секунды, подлетаешь наверх. Так. А акула, интересно, съест тебя, нет? Да, вроде нет. Ну и все, короче, и поплыли наверх. Единственное, что я не понимаю, это только здесь у тебя бесконечный воздух? Или за счет ивента Посейдона ты везде можешь плавать до усрачки? Если да, то это будет очень странно. Но мне кажется, только на ивенте. Это было бы логично. А вот вне ивента, понятное дело, что воздух должен заканчиваться. Ну окей. Здесь, в принципе, более-менее понятно. Глянем, что он тут будет делать по катке. Так вот. Новая интересная тема. Можно как раз-таки забираться на крыше. Я думаю, что этот чувак делает просто достаточно медленно все. То есть, он не прям торопится, не прям супер быстро нажимает кнопки. Но, по идее, это можно будет делать достаточно стремительно и хорошо. И получать из этого какой-то качественный профит. А знаете еще, с чего можно получить профит? С телеграм-канала Эрокез Биба. Потому что там регулярно проходят розыгрыши. Сейчас стартует вот сегодня крупный на 10 тысяч UC. Также регулярные, ежедневные, вот сегодняшние, например, победители, они получают по 325 UC каждый. Так что, если что, ссылочка есть в описании. Подписывайтесь, Рокез Биба. Ну, а UC предоставлены ON TOP UC SHOP. Отличный магазин, много способов оплаты. Все удобно, надежно, быстро, безопасно. Также есть ссылочка в описании или QR-код на экране. Подписываемся на ON TOP, если вам нужны UC. Ну, а кто не подписан, тот не будет выигрывать в розыгрыше. Вот здесь хорошее его использование. Прямо наверх я уже, я уже вижу вот эти приколюшки. Как какой-нибудь Рич. Кидает вот этот шар наверх. Потом притягивается на него. Выпрыгивает еще выше. Достает АВМ и в полете дает на ускоп по какому-то челу. Это прям будет, ну, мега красиво и супер круто. Единственный вопрос. Но он не сильно прям залетает. Единственный вопрос, что будет, если ты в оппонента стрельнешь этим шариком. Ну, мне кажется, что с данным чуваком мы это вряд ли узнаем, потому что он стреляет в СКС. Вот, ну, блин. Ну, чувак, ну это же неэффективное оружие. Вряд ли оно ему нравится. Он, наверное, просто хочет, ну, стрелять на дальняк, потому что у него не получается контролить рекол Сэмки. Но это несложно. Ты просто попробуй. Так. Да, это прям... Это прям скрипя жопой ему дается. А? Попади! Нормально, психанул немножечко. Ой, хорошо, есть попадание, правда, и по тебе два раза сделали. А у тебя что, нет аптеки? Бинты? Ну, ладно, ну, бустиками бы похаваться. Я помню, кто-то в комментариях как раз-таки просил, говорят, что мы смотрим только за топовыми игроками. Разбери обычного чела. Вот вам как раз обычный человек. Смотрите. В чем ошибки, да, скажем так? Ну, во-первых, скорость нажатия кнопок примерно как у 50-летнего чувака, которому впервые дали мобилу. Знаете, вот этот вот, который думает, что если ты не нажмешь большим пальцем на экран так, что у тебя ноготь побелеет, то касание ни хера не зарегается. То есть вот примерно такая скорость у него нажатия. Как минимум, если он ее поднимет, то уже начнет гораздо эффективнее себя и круче чувствовать. Ну, во-вторых, конечно же, это выбор сетапа. Типа, да, у него отличная есть эмка с хорошими. Он говорит, я не могу, я нажимаю одну кнопку один раз, типа, и у меня, ну, я же говорю, у него не хватает даже скорости быстро тапнуть. То есть один раз, чтобы это был один выстрел на эмке. Я понимаю, когда с пулемета такое не получается. С пулемета тапать, например, не очень просто из-за того, что у него крайне высокая скорострельность. Но на эмке это не прям, чтобы трудно. Но тоже нарабатываемый навык. Вот он здесь опять жалуется, что я нажимаю один раз. Я, говорит, нажимаю один раз, а он стреляет пять. Ну, братану, нажми сингл, раз у тебя такие проблемы. Но, как бы, ну, тут надо идти на полигон. Действительно, если человек испытывает механические трудности с игрой, то есть, ну, не получается нажимать кнопки, то просто иди на полигон и научись это делать. Потому что, ну, там это проще. Понятное дело, что одним полигоном ссать не будешь, нужно уметь такое делать в игре, но, как бы, ну, хотя бы, хотя бы ты будешь чувствовать себя чуточку увереннее в стрельбе. Хотя бы не будет такого, что вот я, я стреляю один раз, а оно стреляет пять. Поэтому дайте мне СКС. Опа, чувак, сюда. И... Ну, здесь смерть. Будем считать, что он не разыгрался. Я мотанул специально чуточку подальше, и теперь данный месье прыгает, наконец-таки, на ивент. То есть, по мере... Я не знаю, здесь уже прошло где-то два или три часа стрима. И, по мере этого времени, немножечко так нашел в себе шары. И начал смотреть по сторонам. А может быть, знаете, только проснулся. Такое бывает. Типа, проснулся, сел. Может, это даже не его время, в которое он обычно просыпается, а чисто встал на ивент. И поэтому вот так себя чувствовал не очень качественно. Ну, сейчас посмотрим. Ужасно упал, оружия нет. Вообще ничего не везет. Да, нашел к себе хорошо. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Так себе трекинг, на пол здоровья просел. Ай, патронов нет. Походу, это будет быстрый ивент. Там арморчик лежит, вот у тебя прям под ногами. И если ты его поднимаешь, то тебя сложнее убить. Ну так, чистый. Ну, к сведению. Мало ли, вдруг оно тебе надо. Хорошо. Можно еще болик схавать, и у тебя здоровье будет автоматически пополняться само по себе. Без твоего участия. О, это услышал. На жилет ему все еще пока насрать. А вот с боликом хорошо. Так, рюкзачок. Жилет все еще лежит, но хотя, может, его тиммейт там подобрал, но по идее нет. Так, что тут у нас внизу? Скорелька. Ага, кто-то что-то базарит. Так, супер пушка, но она нам, наверное, не нужна, будет только отвлекать. Подожди. Хорошо, аптечечка закушана. Нет, аптечечку отменил в последнюю секунду. Правильно, пошла она нахер. Чисто шприцом побаловался. Ну так, попробовал, потыкал. Он еще, мне кажется, не заметил. Ладно. Блин, прикольный чувак, мне нравится. И еще один болик. Он лишним не будет, согласен. Пусть быстрее восстанавливает. Жилета нет, будем на боликах жить. Опа, второй жилет. Наконец-то, хорошо. Мне кажется, он его даже не хотел подбирать. Он просто пробежал мимо, и там автоподбор сработал, но у него даже не было цели. И минус два. Да, вот здесь это... Вот это, знаете, тот самый случай, когда в комментариях чувак пишет вот этот... Тот самый чел, комментатор с шапочкой из фольги, который... Да, сука, эти ютуберы! У них лохи вообще. Одни играют против них, одни боты какие-то. У меня соперники! Только выбежишь! Они тебе сразу жопу ломают вот так... Это что такое? Подожди, он нокнутый, и он может... Плавать со скоростью... Посейдона? Ты знал это? Подожди, нет, я... Я уверен, ты этого не знал! Я этого не знаю! Никто этого не знал! Пока что! Охренеть! Говорит, меня сейчас акула за жопу укусит, да похера! Ты как Джейсон Стэдхэм, дай ей по роже, и все, и она уедет! Да, а что произойдет, если он вот здесь вот отлетит, и его рюкзак останется плавать в воде, или он упадет вниз? Слушай, интересно! Становится как-то темнее! Так, ну уже кое-что полезное от этого чувака мы точно узнали! Я думаю... А, оно просто появляется... Где-то! Вообще непонятно где! Я думаю, что вот, например, от Зеноса, или от Роза, или от Топов, мы бы точно этой херни не узнали! Потому что, ну, они бы вряд ли, но, колеси, они бы просто... Они бы просто разваливали! Так, что, еще разочек? Я же надеюсь, ты еще раз прыгнешь на ивент! Не, он прыгнул на починке, и посмотрите, какая здесь хрень прикольная! Это, короче, засекреченный дом, который никто не должен видеть! Но мы его открываем, и он рассекречен! Так! И что, в нем же, наверное, что-то вкусное должно лежать? Че, он просто так был огражден водяной? Во, вот это давай, вот это! Ботов, туда их! Просто терминатора разваливай! Прямо сейчас, хорош, обоссал! Вот это я понимаю! Вот это красава! Угу, жемчужинка! Смотри, какая! Здоровенная раковина! А, это не жемчужинка! Как эта хрень называется? Устрица? Не, устрица, она продолговатая! А вот это... Раковина? Раковина, это в нее суд! Раковина, я не знаю, напишите мне в комментариях, как называется эта хрень! Где жемчужина сидит! Жемчужина, это она внутри! О, так! Берстовая М-ка, это уже, это уже заявка! Реально, знаете, такое впечатление, будто батю посадили играть! Сказали, батя! На у тебя планшет! На у тебя, короче, PUBG Mobile! Сиди, кайфуй, батя, акул! О, это почти так же круто, как танки или как домино с Петровичем! Че, он здесь бегал какое-то время, и тут, смотрите, новый ган! Находится в магазине! Называется он DSR! И это какая-то супер снайпа с ножками ДМР-ка! Че-то непонятно, ладно, подождем, пока он начнется на нее стрелять! Вот, школа! Ага! Да, кстати, пол прицела отрубает вот эта вот хренота непонятная! Вот они, ножки! Ножки, кстати, это... Меня, меня сейчас любители оружия поправят! Это не ножки! Это сошки! Ой, вот это душнилы, знаете, вот эти вот жесткие, а? Так! Ну, короче, вот эта хрень! Давай четверочку! Смотри, просто пол прицела забирает здоровенная балумба спереди! Ну, а как ты хотел? А как ты хотел? Надо, наверное, ее как-то выше поставить! Нужна какая-то подставочка! Ну, это странно, да! Ладно, че мы рассматриваем пушку? Давай с нее постреляем! Этому челу надо снимать мудацкие тиктоки, где чуваки время тянут! Знаете, вот это вот 3-2-1! Нормально, тиммейт разобрался, он его резнул и поехали летать на скате! Не, ну, скат прикольный! Но я уже говорил, что я такое видел в игре лет 15 назад! Не в PUBG Mobile, а в другой игре! Она была компьютерная! Ну, короче, такое уже было! В Симпсонах, все было в Симпсонах! Все, успокоимся! Ну, че, ты поставь... Ууу! А, то есть тебе похер, да, что там кит в воздухе летает? А, ты его сразу не увидел! Ля-ля-ля, смотри! Постреляй, блин! Я хочу услышать хотя бы какой звук у этой пушки! Мне кажется, этот чувак ни одного выстрела не сделает! Пошли на кита! Ага, скат, походу, не умеет так высоко, он что-то... Что-то не летит! Братишка, пойдем за китом, нет? А, дроп, ладно! Стрельни в кита! О! Да, посмотри, это какая-то... Это какая-то полуавтоматическая болтовка! А почему у нее два вот этих черточки? Что она может как ДБС два раза подряд стрелять? Да нет, вроде он передергивает затвор! Короче, это болтовка! Но пока чуть не понимаю, в чем ее смысл! И чем она отличается от других? Нахрена ей тогда сошки? Сошки нужны, чтобы контролировать отдачу! Когда у тебя один выстрел, тебе абсолютно похер какая там отдача! Потому что у тебя один выстрел! Ты не можешь, ну, заспрейть с нее! Либо я пока не понял предназначение этой пушки, либо, как обычно, разработчики сделали что-то благодаря... Ну, типа, они же сами в игру не играют, и сделали что-то, что не особо вписывается в концепцию, не особо юзабельное! Наконец-таки они нашли хоть кого-то! Я не знаю, он как будто бы играет на самых мертвых серверах, ну, либо он специально не заезжает к чувакам, я до конца тоже не разобрался! Но, тем не менее, сейчас вот тут у нас будут какие-то мега приколы! Подожди! Бывает! Обязательно выходить полностью из-за забора, чтобы кинуть гранату? Наверное, да! Окей! Так, и сюда! Хорошо! На крышу залетел! Притом, достаточно быстро! О! Ля, скота можно свернуть в эту... В шарик! В задницу его засунуть, видимо! Так, отлично! Есть! Я не знаю, я знаю, я знаю! Пока они сталкиваются с очень большой проблемой с тем, чтобы запушить чела, который вот так вот стоит фул открыто! Ага! Ага! Звук прикольный с глушителем! Где еще один? Почему он не сломает? Я не знаю, я не знаю, я еще один еще лейт, но... Звук прям кайф! Они говорят, там еще кто-то есть? Я не знаю, я не знаю! Ну, давай нахер гранатами закидаем! Так ты же в наушниках, братан! Обычно, я говорю, есть такая вещь, как наушники, она помогает понять! Но ты же, ты же в наушниках! Ага! Тиммейт разобрался! Забрал некого безумия! Братанщик! Ну, я не знаю, вот... Безумие! Если ты посмотришь этот видос... Я не знаю, как ты смог им проиграть! Это... Их боялся весь Ирангель! Ой, МРка! Ну, нахер МРку! У нас есть новая! Так, ну что, похоже, это будет топ! Опа! Аккуратненько сюда! Нет! Если он попадет в движение со снайпы, я просто охерею! Ага, лёг как мансит! Хорошо! Есть первый! Ай, тем временем, тем мы это убили! А чё, чувак в тубзике, да, сидит? Да! Водяная граната! Не сказал бы, что она тебе что-то даст! Смачок! Так! В чём план, братан? А, он проверяет! Он проверяет гранаты по очереди! Все, которые есть! Понял тебя! Хорошо придумано! Так, ещё смачок сюда! Ага! Нет, тут сыграл охеренно! Все, и уехать! Давай! Ты видел вот этого парня справа? Правильно! Нахер его наказывать, что он в поле бегает! Давай поездим! Не, вот это чисто... Слушай, вот офигенный геймплей! Чисто пацанский такой геймплей! Ему только не хватает какой-нибудь Балтики в руке! И... Ну, я не знаю ещё чего! Майки какой-нибудь белый такой, без рукавов! Вот это вот в стиле Доминика Торетто! Вот мне кажется, что он должен так именно играть! А чё, кстати, он умеет стрелять этот... Не, вроде не умеет! Так, давай! Там у тебя слева был человечек, и в спине ещё один! Ну, согласен! Похер вообще! Погнали! Один в четыре! Ой, один в три! Есть! Отлично! Он перебежал! Хорошо! Почти! Он левее! А, ты решил переключить своё внимание! Понял! Ладно! Ну, действительно! Человек в поле, кому он нужен! А, его убили прям полностью! Один в два! Напряжёнка! Контролит право! Не показалось, или там какая-то чёрная хрень ползает? Ну, наверное, показалось! Что там, где? Нет? Ладно! Третий чувак справа говорит! Ага! А этот по кому стреляет? Ну, явно же не по тебе! Так, улетаем! Действительно, надо быть осторожней! Ага, вот они стреляются между собой! Лучший! Лучший момент для того, чтобы пострелять! Эй, ему прям тяжело! Он прям нервничает! Так, есть! Не хэдшот, к сожалению! Ой-ой-ой-ой! Ааа! Ну, слева же выйдет! Ну, слева, братан! Ну, чё, что с одного и тоже выходишь! Ну, слева, алло! Так, по 90-х забивает его! Я верю, крядусь! Это должен был быть хэдшот! Да, понятно! Понятно, понятно! Так, там человек с по 90-го, вот он он! Гроза! Он еще не понял, что вот под этим углом пули у него ни хера не летят за этот камень! Сколько выстрелов тебе еще нужно промахнуться, братан? Для того, чтобы ты понял, что здесь можно выйти еще слева от Тубзика! И, может быть, у тебя будет, ну, как-то получше закидываться! Угу! Если бы только у него был Тридент! Это будет круто! Да! Еще смачок! Ну, чуть-чуть не по плану пошел, ладно! Давай возьмем побольше себе скатов! Хороший чел уже бы ему там, как минимум, пол-хп бы просадил за такую хрень! Сейчас, кстати, на скате бенз закончится! Ага! Так, вот он, да, примерно так это и должно быть! Ай-яй-яй! Опасно! Напряженка! Так! Я, мне кажется, он его потерял! Держи в курсе, братуха, ты, если что, не в зоне! Ага! Хорошо! Ну, неплохо! Вот за это неплохо! Это прям классно придумал! Все, он его потерял, он не понимает, где враг! Ну, он не там, братуха, он левее! Да, вот где-то тут! Где конкретно, я тоже не могу сказать! Ты так охрененно вертишь камерой, что он уже может быть хоть в Зимбабве! Ну, так, попрыгай, почекай! Ага, пошли смайки! Блин, ну тут битва титанов! Вот, чувак показался! Он, кстати, в круге, а наш парня ганет! Самый напряженный топ вообще в мире! Ну давай, ну давай, братан! У тебя получится, я в тебя верю! Это просто, это битва легенд! Топ-10 аниме битв во вселенной! Хорошо, кстати, притянулся, мне нравится, как он использует вот эту вот водную пушку! Гранаты, правда, очень странные! Он решил собрать какой-то комбо стихий, взял водяную и кинул в него молотов! Так, он может быть и за левым, и за правым камнем! Если бы я был врагом, я был бы за левым! Потому что он больше! Давай, дружочек! У тебя ни хрена нет укрытия! Так, хорошая граната! Тебе бы перебежать за дробчик! Тем более угол позволяет! Не хочешь? Ага! Что-то залагало! Ладно, не важно! И сейчас будет хорошая гранатка! Вот оно как работает водяная! Прикольно! Все, ждем! Супер круто! Аз доминатор! Вот это! Вот это! Аз доминатор! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова